Виктор Викторович, я знаю, что главная тема, которая поднялась на этой встрече, это именно тема голосования в этом году наших граждан за рубежом, именно в Российской Федерации. Что было сделано, еще раз, после вашего приезда, те напутствия, те задачи, которые были поставлены гражданами на встрече, они выполняются? Есть какая-то работа в этом? Здесь тоже маленькая неточность, а именно, полгода тому назад социал-демократы обратились официально в правительство, в парламент и Центральную избирательную комиссию с требованием обеспечить голосование граждан через интернет. Почему? Потому что пять лет тому назад Европейский Союз выделил Молдове цикл 3 миллиона евро для того, чтобы создать первый электронный регистр всех избирателей, разработать софт, который позволяет голосовать через интернет и разработать систему выдачи каждому избирателю пароля доступа в избирательный софт. То есть, в принципе, то, что есть в мире уже? Ну, нельзя сказать, что есть в мире. Не все страны решаются на это, но во многих странах уже есть эта система голосования. Молдове помогли для того, чтобы составить реестр, составить этот софт и обеспечить ключами доступа каждого гражданина. То есть, у каждого гражданина должен быть свой индивидуальный избирательный номер, которым он может воспользоваться только один раз в день выборов. Мы знали об этом и мы требовали, понимая, что 200 тысяч граждан работают в Европейском Союзе, 700 тысяч работают в странах СНГ, еще где-то 150 тысяч работают в других странах мира. И мы понимали, что это самая активная часть населения. То есть, это люди от 18 до 55, даже 60 лет. Это цвет нашей нации, потому что остальное, что осталось, это немножко предпринимателей в Молдове, работников этих предприятий, госчиновники, 400 тысяч человек и 880 тысяч человек, это пенсионеры-инвалиды. То есть, это бюрократические аппараты и пенсионеры в основном у нас в Молдове голосуют, а вот активная часть, которая может и наказать за то, что власть неправильно управляет страной, вот она всегда не допускается до процесса голосования. И мы понимали, что изменить в стране радикальную ситуацию можно только тогда, когда обеспечим право доступа граждан для участия в процессе избрания. И как я знаю, власть никак не... Безусловно, что власть отказала. У нас есть официальные письма, мотивировки абсолютно дурацкие о том, что если мы дадим ключ доступа гражданину, он его может продать. Как будто гражданин уже в практике не продает этот голос другим способом. Мы знаем технологии, когда люди заходят в урну, фотографируют, потом отдают и за это дают деньги. То есть, продать голос можно всегда и в любом виде. То есть, у нас есть система каруселей различных, есть система, когда подвозят, есть система, когда до выборов проплачивают, потом уже подвозят и контролируют. То есть, политтехнологии в мире одинаковые, не только в Молдаве, но и в других странах. А система... Я по большому счету сторонник. Конечно, я не сторонник, чтобы продавали люди голоса. Но по большому счету это может быть даже их неправо. Может быть, какая-то бабушка или какая-то мать скажет сыну, слушай, я же век свой отжила, будущее за тобою. Вот как считаешь, так и голосуй. Да, это по конституции неправильно, по кодексу неправильно. Но такие случаи очень часто происходят, когда люди идут с семьями голосовать. Поэтому я вот в эту отговорку, что будут продавать электронные ключи для голосования, значит, это не объективно. Даже пусть 10% продадут, но 700 тысяч, миллион граждан хотят лучше жить, хотят поменять ситуацию, они обязательно воспользуются своим правом голосования. И безусловно, что мы думали, что делать, чтобы наши граждане имели такую возможность. По опыту 2010 года в одной Италии было открыто 19 избирательных участков, несмотря на то, что консульс там, 3 консульства. То есть открывали избирательные участки не по закону, не там, где положено только, но и в другие города, где даже консульс нет. А по России всегда аргумент один. Посольство в Москве, консульство в Ленинграде, там еще где-то вот 4 избирательных участка, и все. Никто за базу не берет вопрос, какое количество граждан живут там, чтобы обеспечить конституционное право. У нас Конституция очень жестко и прямо говорит о том, что Центральная избирательная комиссия обязана обеспечить право граждан Республики Молдовы на воле изъявления. То есть это не может быть оговорок. То есть если правительство и ЦИК не обеспечивают право на воле изъявления, значит не нарушает Конституцию, значит выборы не могут быть действительны. Вот если мы вспомним недавнюю историю голосования за президента Порошенко на Украине, да, Луганск и Донецк не проголосовали, все эти выборы уже нелегитимны. У нас одна треть населения не голосует, потому что они работают за рубежом, и выборы признаются легитимны. То есть это абсолютно ненормально, как система демократии, и абсолютно непорядочно, недобросовестно, нечестно по отношению к гражданам Республики Молдовы, которые фактически содержат страну. Мы должны четко говорить и понимать, что 2 миллиарда долларов, которые сегодня направляются в страну, эти 2 миллиарда долларов обеспечивают функционирование нашей экономики, пополнение бюджета, выплаты пенсии, зарплаты и прочее. И вот эту именно часть, которая создает богатство страны и отправляет из-за рубежа в Молдову, мы специально обделяем, чтобы они не наказали тех, кто власть.